Здравствуйте! Вот жила-была девочка Красная Шапочка. Знаете такую сказочку, да? Вот. Ее там чуть волк не съел, но все-таки все обошлось. Дело в том, что на самом деле никакой такой сказки у Шарля Перро под названием Красная Шапочка нет. У него сказка называется так, Красный Шаперон, да? Шаперон Ружж. Шаперон это не шапка. Это по-английски называется редингот. Такой плащ, накидка с капюшоном. Вот что. Вот что на самом деле было у той девочки в Красной Шапочке. Она же поленились, когда переводили. Ну а кто переводил в 19 веке французский роман? Люди, которые французского не знали. Вроде как образованец, берется за любую работу. Кстати, Белинский переводил, не зная французского, переводил французский роман. Он этим и жил, кстати говоря. Вот такая вот тяжелая была судьба русской интеллигенции, что не зная французского, приходилось переводить французские романы. Так и появилась у нас Красная Шапочка. Шаперон, похоже на шапку. Они перевели. Кстати говоря, история совсем другая, чем мы привыкли. Это вообще народная европейская сказка. Сказка про Красную Шапочку, она почему-то есть и в Германии, и в Швейцарии, и в Италии, и во Франции. Как народная сказка. Варьируется содержимое корзинки. Где-то она несет рыбу к бабушке, где-то головку сыра. Ну, в общем, по-всякому. Кто что придумал. Но во всех там сюжет такой примерно, на самом деле. И у Шарля Перро он почти такой же жесткий. Встречает он по дороге. Она, то есть, по дороге. Это самая Красная Шапочка, Красный Реденгот. Встречает Волка. А Волк спрашивает, ты куда идешь? Говорит, Красный Реденгот. А она говорит, а я к бабушке. А где твоя бабушка? Говорит, а вот там-то. Ну, Волк-то ее опередил, бабушку съел. Ну, не совсем съел. Он приготовил из нее всякие кушанье, а из крови ее сделал вино. Какой ужас. Да, приходит эта самая внучка. Он ее кормит, угощает, поет этим красным вином. И говорит, ложись, как говорит, со мной в постельку спать, да? Вот. Разденься, брось свою одежду в печку, да? Ну, вот, в общем, ведет себя как типичный растлитель, так сказать, маленьких детей. И на эту сказку была рассчитана, чтобы, вот, смотри, не слушай чужих дядек. Ну, в общем-то говоря, очень такая рациональная был посыл в этой сказке. Шарль Перро убрал оттуда вот это вот людоедство. Но конец все равно был плохой. Никто ее не спас. Впервые красную шапочку спасли у сентиментальных братьев Гримм. Пришли лесорубы, убили волка. И из живота выскочили все полное семейство. И бабушка, и внучка. Так там все обошлось. Кстати говоря, Шарль Перро, автор, опубликована была эта книга под псевдонимом. Собственно, не под псевдонимом, а от имени сына Шарля Перро. В ту пору сын Шарля Перро, а у папы были проблемы. Он не с теми людьми связал свою политическую карьеру. Был такой тогда Кольбер. Одно время он был всемогущий суперинтендант финансов. А потом его звезда закатилась. Это было при Людовике XIV, который долго-долго-долго правил. Ну и как-то сына протолкнуть он издал от имени своего сына сборник этих сказок. Которым была, кстати, Крашная шапочка, Золушка. И посвящен он был дочери брата короля, герцога Орлянского, герцогини Орлянской. Его сын хотел к герцогине устроиться вот кем-то туда на службу, типа секретаря. Этот сборник сказок был посвящен этой герцогине. И самое интересное, что Золушка там была ни в каких не в хрустальных башмачках, а в башмачках именно таких, в которых ходила эта герцогиня. А при наборе перепутали, и они оказались вот не такими, как у нее. Они какие-то вот башмачки какие-то особенные, сделанные из шерсти, как и называется по-французски, не знаю. Но получилось, что это вот то ли хрустальные, то ли стеклянные башмачки у нее были. Так что вот жертва опечатки. Спасибо вам большое за внимание. Всех благ вам, до свидания, удачи.